Ну что, друзья, всех вас приветствую! На связи GrimOptimist и сегодня у нас абсолютно незапланированный, но очень интересный видосик с просто огненной новостью. Буквально вот только что на официальном портале Мира Танков появилась информация о старте аукциона, соответственно, в Мире Танков. Я вам честно скажу, я до последнего момента все-таки надеялся, что будет именно старый добрый черный рынок, который мы не видели уже сколько там лет, но вот все-таки аукцион. Это, конечно, уже не то, но все равно, конечно же, интересно, да? Так что давайте сейчас подробненько разберемся, что там да как, вообще стоит ли все это ждать, есть ли возможность как-то к этому подготовиться. В общем, будет сегодня интересно. Не забывайте прожимать лайкосы, подписывайтесь на канал, само собой заглядывайте в Телеграм, ссылочка в описании, там много интересной эксклюзивной информации. Вот, и еще я создал Дискорд-сервер, ссылочка на него будет также в описании, там можно идти со взводных, людей с кем можно побазарить, поиграть там, ну и все такое. В общем, ребят, сейчас маленькая рекламная пауза и погнали. Хорошо известный всем танкистам сайт Водхаб подготовил у себя новый, уникальный и очень интересный режим краш, где вы не просто можете выиграть голду, как обычно это вы делаете на данном сайте, но и посоперничать с другими игроками. Применив тактические хитрости, можно действительно наварить себе неплохо голды. И сейчас важный момент, друзья, у меня есть специальный промокод, который вы можете ввести вот сюда. Видите кнопочка промокод, вводите и получаете себе сразу же 50 голды на счет и можете сыграть вообще абсолютно бесплатно. Но, конечно, на сайте никуда не делись всем хорошо известные кейсы, причем в огромном разнообразии, каждый для себя найдет что-то подходящее. Не забудь, кстати, заценить крутые кейсы, приуроченные Хэллоуину, там реально много очень крутых ништяков. А еще тут есть крутой барабан бонусов, где могут выпасть очень интересные кейсы. В общем, залетайте на Водхаб, принимайте участие в новом ивенте, выигрывайте. Ссылочка на кейсы, а также мой промокод с крутым бонусом в описании и в закрепленном комментарии. Что-то стартанул, прям аж с третьей передачи, по-моему, да? Все-таки хочется побыстрее записать видео, потому что инфоповоды по танкам, к сожалению, долго не живут. Постараюсь все-таки более размеренно вести с вами диалог. Давайте почитаем, что нам сообщают разработчики. Нам говорят, бойцы, аукцион возвращается с пятью уникальными лотами. Каждый будет доступен в течение одного дня, в период с 16 по 20 февраля. То есть уже старт буквально вот через два дня. И вы точно не захотите их пропустить, нам сообщают. Каждый лот это грозная высокоуровневая машина с высокой коллекционной ценностью. Вас ждут как совершенно новая техника, так и та, что уже давно в игре. А некоторые обладают даже уникальными стилями, основой для которых стали мифы и легенды из разных стран мира. Звучит, конечно, друзья, мощно. Ну, то, что будут высокоуровневые машины, наверное, нам говорит, что, вероятно, не стоит ждать премов восьмого уровня. Хотя, как знать, есть, конечно, премы и девятого. Но уж так исторически сложилось, что они все обсосные. По крайней мере, на данный момент. Ну, либо, мягко говоря, невыразительные. Ну, пока, конечно, рано тут делать какие-то прогнозы. Давайте почитаем, что нам пишут дальше. Каждый лот будет выставлен на открытый аукцион. Это значит, что пока лот активен, вы сможете видеть количество сделанных ставок, а также конкурентную ставку. Уже после того, как количество ставок превысит количество доступных предметов. Нам говорят дальше, что посмотрите видосик, чтобы узнать больше информации. И именно это мы сейчас с вами и сделаем, а потом дочитаем, что нам тут пишут. Возможно, там тоже есть какая-то полезная информация. И, кстати, ближе к концу видео мы еще одну с вами тему, скорее всего, затронем, если успеем. Так что тоже, ребят, будет интересно. Давайте посмотрим. Что в этот раз кроется под брезентом? А что там будет завтра? Интересные, редкие машины? Или даже загадочные танки из древних историй? И все это в новом аукционе. С 16 по 20 февраля ищите лоты в специальном разделе магазина прямо в клиенте игры. Это как раньше. Лоты меняются каждый день. У вас будет достаточно времени сделать ставку, но и мешкать не стоит. Вас ждут лоты за кредиты, золото и свободный опыт. Наверное, опять будут, ребят, адские ценники за свободку. Ну, посмотрим. Мы все-таки это уже проходили с вами. Да и за серу, думаю, вряд ли тоже будет дешево. Все, конечно, будет зависеть от того, какие машины нас ждут. Давайте дальше посмотрим. В этот раз не будет закрытого аукциона. Все в открытом формате. Это хорошо. Это нам намекает, что вкидывайте побольше, короче, чем конкурентная. Но на самом деле открытый аукцион это лучше, чем закрытый, потому что там, ну, вы знаете, что происходит периодически, когда люди вкидывают там в 10 раз больше, чем надо, там, или, ну, или даже в 15. Я такое видел, и я не знаю, как эти люди потом вообще смотрят вот эти вот новости, когда сообщают, что они там переплатили в 10-15 раз. Наверное, не очень им это приятно, но здесь, благо, такого не будет, то есть более-менее можно будет прикинуть, что да как. Да что ж такое-то, а, вот у ютуба, конечно... Вы можете отслеживать изменения конкурентной ставки, чтобы менять свою на ходу. Ага, весь день этим заниматься придется. Если вы захотите отменить ставку, ресурсы вернутся вам почти сразу. Если она проиграет, возврат произойдет до начала следующих торгов. Ну, это как раньше. В любом случае, вы ничего не потеряете, но если ставка выиграет... То тогда потеряете. Приготовьтесь, командиры, у вас 5 дней, с 16 по 20 февраля. Я, честно говоря, надеялся, что информации-то будет поболее. Ну, типа, нам сказали условия просто аукциона, мы, в принципе, и так их знали, да. Единственное, что хорошо, вот действительно, будут открыты именно лоты, и это, конечно, большой плюс. Но давайте почитаем, что нам дальше пишут. Нам говорят, что, в принципе, так, попасть можно будет через специальное меню внутри клиента. Это уже так было. Механика нам, в принципе, уже тоже известна. То есть, только что нам ее сообщили. Но давайте, на всякий случай, еще раз, да, прочитаем. Потому что, я думаю, ну, не все реально в курсе, там, что за открытый аукцион. Многие пропускали эти события. Кто-то, может быть, недавно в танке только начал играть. Мало ли что. В общем, когда откроете кран аукциона, можно будет сделать ставку, как бы, которую вы готовы заплатить за лот. Но, естественно, я советую сразу этого не делать, а подождать, когда появится конкурентная ставка. И тогда уже, ну, прикидывать, чтобы тоже вот не обосраться. А то вы закинете, а потом выяснится, что конкурентная ставка там в три раза меньше. И вы просто потратите огромное количество ресурсов. Поэтому, если уж вы решили принимать участие в этом аукционе, то надо делать это внимательно. Я, конечно, понимаю, что старт в 12 дня по Москве, это не для всех подходит. Потому что многие на работе в это время, да, и далеко не у всех обед, да, там бывает. Но тут уж надо думать, как бы, получится, не получится. Но говорю, если уж взялись, лучше, как бы, с умом подходить. Вот. Нам также говорят, что количество выигравших будет зависеть от количества доступных предметов. Если несколько игроков сделают наименьшую выигрышную ставку, и их будет больше, чем доступных предметов, то лот получит игроки, сделавшую ставку раньше других. Ну, такое бывает редко, потому что все-таки желательно не вбивать круглые числа. То есть, это тоже важно. То есть, если, допустим, вы видите какую-то конкурентную ставку, никогда не надо вот впритык, во-первых, да, прям совсем впритык делать. Во-вторых, не надо круглые число вбивать. Вбейте там чуть-чуть побольше, там, на пару тысяч, например, кредитов там. Ну, чтобы, если кто-то сделает примерно такую же, они как раз-таки пропишут там, вероятно, круглое число, и вы будете уже выше них, как бы, да. То есть, вы больше заплатили, хоть и совсем чуть-чуть, но танк вы получите, например, в таком случае, да, если на всех, как говорится, не хватит, а они нет. Поэтому это тоже такой важный хинт. Вот. Нам, ну, пример тут приводят, да. Это то, что я, в принципе, только что сказал вам. Ну, вот, нам говорят, что открытый аукцион будет, это мы и так понимаем. Победитель забирает свои лоты, остальные участники аукциона получают обратно, это мы и так понимаем. Вот. Ну, и первый лот стартует, получается, 16 февраля, как раз-таки в 12.00 по Москве. Честно вам скажу, я, повторюсь, ждал черный рынок, потому что уровень хайпа, который создает именно ЧАЭР, это, ну, с аукционами даже близко не сравнится. Там, во-первых, и лотов намного больше, да, и длится это все значительно дольше, и, конечно, да и поинтереснее как-то все. Здесь вот я вангую, что будет 1-2, наверное, према 9-го левела, каких-нибудь, возможно, всратых даже, может быть и нет, просто у нас, как бы, статистика такая, что девятки премиумные обычно шлаг, вот, что странно, да, но такое бывает. Наверное, будут какие-то машины 10-го уровня, опять какую-нибудь бабаху засунут или фош, вот, я уж не знаю, что даже ожидать, друзья, но вот, скорее всего, будет как-то так. Естественно, я в первый же день запишу ролик прямо днем, расскажу, что за лот, расскажу, есть ли смысл, как бы, на него ставить вообще ресурсы, да, если ставить, то сколько, поэтому, кто не подписан, еще раз говорю, подпишитесь обязательно, да, вот, уже, получается, через 2 дня нас это ожидает. Вот, ну и давайте еще обговорим с вами одну тему, она реально важная тоже, чтобы отдельное видео не записывать, я решил, как бы, тоже упомянуть. На Вотэкспрессе тут появилась новость, которая реально взорвала, мне очень много писали и в личку, и на стримах постоянно спрашивают, что вообще происходит с Вотэкспресс, почему они закрываются, как многие говорят. На самом деле не закрываются, они, видимо, просто немного меняют подход к созданию контента. То есть, как нам сообщают, основной, скажем так, социальной сетью Вотэкспресс станет Телеграм. Он у них и сейчас есть, я, например, на него подписан. Там, кстати, иногда бывают эксклюзивные новости, которых нету на Ютубе. Ой, на Ютубе, ВКонтакте, вернее, извините, оговорился. Вот, редко, но бывает такое. Единственное, вот интересно, а что будет с платными подписчиками, потому что я, например, подписан с донатом, да, на Вотэкспресс, вот. Ну, вроде как говорят, что Вотэкспресс по-прежнему будет работать, и в том числе ВК. Просто они высвобождают всех редакторов, и сюда, видимо, будут дублироваться просто посты с Телеги. То есть, вот как нам говорят, через бота это будет, скорее всего, происходить. Вот, и я не знаю, то есть, с одной стороны, это, конечно, наверное, не очень хорошо, потому что, ну, мы все любим Вотэкспресс, правильно? Но, с другой стороны, вот я заметил, друзья, вот напишите тоже в комментариях, если вы тоже такое заметили, в последнее время у них очень много постов вообще не по делу. Ну, то есть, где просто там админ пишет, например, что, там, меня опять убил БЗ, там, скрин, как ему залетело на 900. У меня на каждом стриме это происходит, блин, буквально в каждом втором бою. Ну, я все понимаю, да, поначалу это было актуально, когда БЗ только появился, но это уже надоело. И бывает очень много постов, которые, ну, реально, типа, не информативные. Мне это не нравится. То есть, я понимаю, что ребята делают какой-никакой контент, им надо зарабатывать, все такое. Как бы нет никаких претензий абсолютно. Каждый, как говорится, занимается тем, чем считает нужным. Но если у них, как бы, будут посты больше информативные, да, и в телеге в первую очередь, я считаю, что это неплохо. Но вот тут, конечно, будет зависеть от того, чем это обернется. То есть, расслабьтесь, Вотэкспресс останется, просто они, видимо, будут в основном делать посты в телеге, и они сюда будут просто дублироваться. Вот почему они решили так сделать, я не знаю. То есть, ну, к чему. То есть, что мешает делать это параллельно? Ведь ВК, он деньги зарабатывать способен вполне себе. Телега, конечно, тоже, там можно продавать посты, но все-таки ВК не знаю. В общем, довольно странная ситуация у них, но я думаю, что это ничем прямо таким серьезным не обернется. Я думаю, просто будет больше содержательных постов, ну, и, как бы, те, кто подписан на телегу, может быть, будут раньше получать эту информацию, может быть, чаще, там. Возможно, не все новости из телеги будут идти сюда. То есть, вот такое вот, ну, вполне вероятно, короче, друзья. Так что, поживем, увидим. Ладно, я не буду затягивать видео, и так получилось довольно длинно, я ожидал, что будет покороче. Ребят, еще раз лайкосы прожмите, подпишитесь, говорю, в тележку заглядывайте, ну, и в Дискорд тоже ссылочка в описании. Только не стесняйтесь в Дискорде общаться, ну, типа, вы там сидите, 200 человек, и просто все, как бы, по разным углам. Как вы там, ну, собрались копировать-то, блин? Надо будет зайти самому, что ли, как-то это делать, налаживать контакты, черт его знает, короче. Ладно, друзья, всех обнял, всем всего хорошего, берегите свое здоровье и своих близких. Всем пока.